Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Владислав Береговой. На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что делать родителям, дети которых ушли из семьи и не идут на контакт? Отвечу избитым, если хотите, советом. Но зато проверенным тысячу раз он работает. Молиться. Ну вот, все расстроились. Ну, батюшка, это мы и так прекрасно знали. А разве есть примеры молитв, которые возвращали детей домой? Или, во всяком случае, в сердце родителей? Есть, вспомним, мать блаженного Вагустина, которая 40 лет молилась о том, чтобы сын пришел ко Христу. То есть, жил праведно. То есть, не просто верил в душе и кулички и яички светил на Пасху, а по-настоящему жил во Христе и со Христом. Сколько лет понадобилось ей? 40. Но она все эти годы молитву не оставляла и верила, что будет услышано во время она. Когда Господь сможет найти лазеечку в сердце ее сына, тогда найдет и ворвется со всей своей нетвратимостью. И блаженный Августин потом в своей блистательной, бессмертной книге «Исповедь» писал, что он своему воцерковлению обязан молитвы матери. Ну и, наверное, стоило начать с примера о блудном сыне. Отец также ждал возвращения своего сына, ежедневно поднимаясь на кровлю дома и высматривая, не идет ли он, не возвращается ли он. Вы скажете, батюшка, ну подождите, подождите, что это за лирика, таких слов я в Писании не читал. Но мы же видим, что когда блудный сын вернулся домой, отец сразу же его заметил. То есть мы видим, что у него входило в ежедневный режим жизни, поиск сына, выглядывание его, созерцание, не пылится ли дорога, не идет ли он обратно. Слышал же и о голоде, и о сложных временах, ждал и ожидал. Так и вы молитесь и ожидайте, когда сын вернется в отчий дом.